Покушение на Виктора Бабарико. Литва ограничит работу двух пунктов пропуска из-за контрабанды белорусских сигарет. В Лунецком районе запрещено запускать авиамодели и беспилотники, а в Барановичах сегодня заметили колонну военной техники. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Ну а мы начинаем. В Лунецком районе запрещено запускать авиамодели и беспилотники. Согласно данным сайта ГУП Национальное кадастровое агентство, в настоящее время на всей территории Лунецкого района запрещено использовать авиамодели. На беспилотников закрыто небо на следующих участках – от агрогородка Лунин до деревни Ракитна, над дорогой М-10 от заправочной станции возле Лунина до деревни Вичин. Также нельзя использовать беспилотники над населенными пунктами Лунинец, агрогородками Лунин, Полески, Вулька-1, деревнями Яжевки, Сосновка и Язвинки. Запрещены полеты беспилотников в радиусе 500 метров от моста через Припять. Литва ограничит работу двух пунктов пропуска из-за контрабанды белорусских сигарет. В таможенном департаменте страны заявили, что в Творячусе и Шумскосе нет рентгеновских аппаратов, что сильно облегчает незаконный перевоз табачных изделий. Теперь эту лазейку закроют, и пункты пропуска будут пропускать только легковые автомобили и только днем. По словам главы таможенного департамента Дариуса Живирнаса, грузовики перестанут там пропускать уже в конце этого года. Ну а ведомстве в свою очередь заявили, что в прошлом году задержали рекордное количество белорусских контрабандных сигарет – 4,3 миллиона пачек на сумму более чем 16 миллионов евро. Виктор Бабарико попал в больницу со следами избиения, и врачи его даже не узнали, пока не увидели фамилию. Экс-кандидат в президенты, а ныне политический заключенный, в ночь с 24 на 25 апреля, был доставлен из исправительной колонии 1 города Новополоцка в Новополоцкую центральную городскую больницу с множественными телесными повреждениями. Сейчас же Бабарико находится в отделении хирургии в состоянии средней степени тяжести. Известно, что у него пневмоторок, сообщает рабочий РУХ. По сведениям источника, Бабарико был настолько сильно избит, что врачи сразу его даже не узнали, пока не увидели фамилию. Ну а позже стало известно, что в легких Виктора Бабарико обнаружена вода, а сейчас политзаключенный проходит обследование. Откуда у человека, помещенного в камеру и сильно избитого в легких вода, остается вопросом. Но на ум приходят только самые страшные предположения. Напомню, что Виктора Бабарико незадолго до госпитализации поместили в ПКТ, об этом сообщила Весна. Для тех, кто не в курсе, ПКТ – это помещение камерного типа. До этого политзаключенный несколько раз попадал в ШИЗО. Марафон желания остановили силовики. В России задержали скандальную блогершу Алену Блиновскую, когда она на арендованной машине пыталась скрыться от уголовного преступления за неуплату налогов в особо крупном размере. В России задержали скандальную блогершу Алену Блиновскую, когда она на арендованной машине пыталась скрыться от уголовного преследования за неуплату налогов в особо крупном размере. Как оказалось, Алена пыталась уехать из России в Беларусь, но ее остановили силовики в районе Смоленска. Так сказать, еще ни одна россиянка не жалела так сильно о том, что Смоленска – это не Беларусь. Но в данный момент у Блиновской проходит обыск. Силовики обнаружили в доме известной инфо-цыганки полный набор роскошной жизни, люксовые машины, брендовые вещи, часы, бриллианты и многое-многое другое. Как сообщалось изначально, она планировала улететь в Ташкент, но когда узнала о скором аресте, поехала на машине в сторону российско-белорусской границы. Но тут не повезло, так сказать, не фартануло. Очередной фейк пропаганды. Для поддержания темы геноцида белорусского народа, так называемый прокурор заявил об уничтожении 83% гомельчан во время немецкой оккупации. Приведу цитату. До начала войны население Гомеля составляло более 120 тысяч человек. К моменту освобождения Гомеля силами Красной Армии едва ли 20 тысяч. Порядка 100 тысяч человек было уничтожено, заявил швед. Однако прокурор умолчал, что около 70 тысяч гомельчан перед началом боев за Гомель были организованы и эвакуированы в тыл, пишет издание «Флагшток». Ну что, Швед, может пора историю своей страны подучить, не? В Барановичах сегодня заметили колонну военной техники. В ее составе были более 20 БТРов, КАМАЗы, автопоезд-бензовоз, автобус-МАЗ и другие машины. Все это сопровождалось пяти экипажами военной автоинспекции, сообщает издание «Белорусский ГАЮН». Скорее всего, эта техника принадлежит 339-му отдельному механизированному батальону 120-й механизированной бригады. Как отмечает ГАЮН, подразделение могло возвращаться на базу после участия в проверке боевой готовности. Ну а на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию вы можете найти у нас в телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Слава Украине! Живей Беларусь! 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 Продолжение следует...